Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Коммунальный ликбез» и я ее ведущий, членом Честной палаты Псковской области Алексей Кириллов. А в гостях у нас сегодня удивительный гость, мой хороший товарищ Сергей Викторович Макарченко, бывший директор управляющей организации, бывший участник ВСО. ВСО. Да. И бывший директор фонда капремонта. И бывший директор фонда капремонта. Сколько много бывших. Ну, Сергей Викторович, мы сегодня с тобой поговорим об одной такой как бы общей размытой истории, да? О секретах управляющих организаций, да? Ведь действующие могут многое не рассказать, а ты вот поделишься с нами какими-то, может, секретиками. Насколько я помню, жилой фонд, которым ты управлял, был достаточно сложным. Это были дома в районах области, это были дома не особо большие. Вот. Поделись, пожалуйста, историей. Вот. Как это было? Во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Во-вторых, я бы хотел немного сломать тебе начало следующим образом. Дело в том, что последний раз, буквально неделю назад, я здесь был, значит, по поводу, мы разговаривали по моему участию в СВО, я делился опытом, и мои сослуживцы, которые каким-то невероятным образом посмотрели этот эфир, они очень расстроились, что я не передал вам привет. Поэтому начну с того, что передаю привет своим сослуживцам. Ребята, я вас помню, берегите себя. А теперь отвечу на твои вопросы. О каких секретах управляющих компаний можно говорить, я не очень понимаю, на самом деле. Какие там секреты? Деятельность управляющих компаний, она строго регламентирована. Над ними очень много контролирующих и проверяющих органов. И сложность работы управляющих компаний заключается в том, что отношения контролирующих и проверяющих органов к разным управляющим компаниям совершенно разные. Оно дифференцировано, к сожалению. Мы с этим столкнулись. Мы увидели, что конкурировать с некоторыми управляющими компаниями мы оказались не в состоянии. Ровно по той причине, что эти управляющие компании позволяли себе приносить левые совершенно протоколы, сделанные на коленке, без проведения общих собраний, без всего. И это покрывалось как на уровне администрации области, так и на уровне контролирующих органов. Ну, покрывалось, либо спускалось на тормозах, я уж не знаю. Я не буду обвинять в том, что там была какая-то материальная заинтересованность. Но факт остается фактом. Условно говоря, наши протоколы правильно и честно проверяются полтора месяца. Протоколы сделаны на коленке. Протоколы, где председатель, обозначенный в протоколе, говорит, что он не проводил никаких собраний, первый раз слышит, проверялись за два дня. Скорее всего, это просто... Это было одной из причин, да, почему ты ушел? Ну, потому что, когда ты не можешь развиваться, собственно говоря, то это становится не очень интересным. Понимаете, как в любом виде деятельности, хочется развития, правильно? Развитие управляющей компании – это увеличение жилищного фонда, да, то есть квадратных метров, которых ты обслуживаешь. Здесь мы просто наткнулись на такую стену, и, в общем, поэтому теперь я не имею отношения к той управляющей компанией, в которой был директором. А давай тогда, это как-то сразу с такой минорной ноты начал, вот, а давай все-таки о буднях, да, управляющей организации. Вот, начинали вы с того, что по распоряжению администрации вам выдали дома в управление, да? Нет, 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 мы создали управляющую компанию, и первый дом, который к нам пришел, это был один из домов, многоквартирных домов поселка Череха, или что-то, деревня Череха, военного городка. Вот, затем пришел еще один, потом, да, потом, а у нас, значит, по сравнению 1556, я сейчас за три месяца подзабыл, конечно, нам выдали, выдали, не выдали, а как-то... Дали в управление, передали в управление. Передали в управление дома в Псковском районе. Ты в курсе этой истории? Да, это был такой нетривиальный опыт, конечно, потому что, как вы понимаете, те дома, которые не выбрали форму управления, как правило, это те дома, которые никому не нужны, поэтому они остались без управления. Экономически неэффективные. Экономически неэффективные, они раскиданы по всему району, не всегда есть вообще нормальный проезд к этим домам. А муниципалитет, который передавал дома, не сильно тоже хорошо понимал вообще, что это за дома. То есть, началось с того, ну, после того, как нам передали, началось с того, что мы просто проезжали все эти дома, и это постановление, по-моему, в два или три раза переделывалось. Дома исключались, да? Исключались дома, потому что, да, потому что там были дома просто аварийные, где никто не живет и так далее. То есть, заодно я столкнулся с тем, что, ну, как выяснилось, да, то есть у нас, я это еще в фонде понял, у нас же краткосовщий план составляется по заявкам муниципалитетов. И, конечно, было очень странно видеть, что муниципалитет нам передавали дома, в основном говоря, с одним жителем. Вот. При этом рядом стоит дом, где там, на 16 квартирах, где живут все, и он совершенно не отремонтированный. А дом с одним жителем отремонтирован. То есть, чем руководствует муниципалитет, это тоже слабо понятно. Не глядя, не глядя на карту. Ну, по большому счету, да. По карте, наоборот. Ну, да, по карте, если что, то есть, к сожалению, я не хочу обвинять там сотрудников администрации, потому что я все понимаю, их мало, задач много, район большой и так далее. То есть, но все-таки хотелось бы, чтобы сотрудники муниципалитетов все-таки больше представлений имели о своем жилищном фонде. Ну, безусловно, я тоже с этим столкнулся. Я тоже когда-то был директором управляющей организации, и тоже в Псковском районе. И ушел примерно по тем же причинам, как и ты, только вот как раз-таки из-за абсолютного непонимания, взаимного понимания, да, и взаимного интереса управления. Слушайте, Алексей, ты же понимаешь, что, имея политическую волю, эти дома, которые не востребованы, которые никто не хочет видеть, их совершенно спокойно можно раздать управляйкам. И они сами их возьмут в управление. Безусловно. Все делается просто, да. Берутся управляйки, которые обслуживают новый жилищный фонд, который передан им вне конкурсных процедур застройщиками до проведения конкурса, да. Да, конкурс муниципалитет, напомню, должен проводить по закону через полгода, в течение полугода. Ни одного конкурса ни в городе Пскове, ни в Псковском районе не проведено, правильно? Поэтому человек, который желает вот эти вот здесь дома, которые там благоустройство, да, по-моему, называлось, ну, вот у МУПа были, да, которые и так далее, которые хотят, чтобы их забрали в управляйки, он собирает управляйки, обслуживающие новый жилищный фонд и говорит, что или я провожу сейчас конкурс, или вы вот при мне делите эти дома между собой. Это можно сделать, но никому это не надо. Будут дальше валивать в этот МУП убыточные деньги, понимаете, и так далее. То есть, ну, это разгильдяйство, я думаю, надеюсь, что это просто разгильдяйство. Ну, денег там особо не валивается, поэтому я думаю, что это просто как на, знаешь, на таких есть и есть, слава богу. Потому что я столкнулся с такой историей, что в тот момент, когда нам передали там 40 с лишним многоквартирных домов, десятых из них оказался аварийным, непригодным для проживания вообще в принципе, да, и когда мы обратились с просьбой, да, потом уже и с требованием к администрации о признании их аварийными, дай бог памяти, один или два всего были признаны действительно непригодными для проживания аварийными, а остальные дома до победного, вот, до последнего отбивались, и люди писали, и мы снимали кучу сюжетов, писали во все инстанции, и так и остались пригодными, приятными. Вот, хотя фактически, вот как правильно ты говоришь, в некоторых проживал один человек там, а в некоторых было просто прописаны люди, а фактически там никто не проживал, потому что, ну, там невозможно. Ну, я в Кирове видел дом, где в щель пролезть можно, ну, вот она идет по всему фасаду, она вот, он числится пригодными для проживания, естественно, там никто не живет, потому что, ну, он вот-вот развалится. Ну, а почему муниципалитеты не желают признавать дома аварийными, мы же с тобой понимаем, потому что, как только ты признаешь дом аварийным, ты должен обеспечить жильем тех, кто там прописан. Как правило, в этих домах там прописано уже много таджикских и цыганских семей, ну, или русских, там, чтобы меня не обвинили в расизме. То есть, это достаточно большое количество людей нужно каким-то образом обеспечить жильем. Другое дело, что непонятно, почему эти же самые муниципалитеты не участвовали в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, да? То есть, у нас же, давай честно, у нас есть муниципалитеты, которые прекрасно с этим справлялись, насколько вот я помню, Новосокольники, например, да? Ну, да. То есть, там глава района, в общем, вполне себе. И, ну, какие-то другие, я сейчас не помню, я уже давно не директор фонда капремонта, да, но вот я просто помню, что были районы там, которые прекрасно справлялись с этой задачей. А были районы, которые, я не знаю, по какой причине, в принципе, не участвовали в этом всем. Документы не могли собрать. Вы ожидали. А вдруг не получится? Ну, да, они же как боятся, что, то есть, там же все равно вот эта процедура такая, ты сначала признаешь, да, дом аварийным, а потом участвуешь в программе. Ну, возможно, тебе когда-нибудь. Да, 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 и они боялись, что дом аварийным они признают, а в программу их не включат. Наверное, так. Наверное, так. Ясно. Ну, а я напомню, что в эфире у нас передача «Коммунальный ликбез» с Алексеем Кирилловым, а в гостях у нас Сергей Викторович Покарченко. Как я рад тебя видеть, переживал за тебя. Спасибо, спасибо. Ну, давай к финансовой стороне вопроса. Как ты думаешь, сколько необходимо управляющей организацией квадратных метров жилья для того, чтобы, ну, действительно выполнять все функции, которые закреплены? Выполнять все обязательства перед собственниками, да? А не иметь только стол, стул, ручку и банкротик. Ну, смотри, смотрите, тут же нельзя говорить, сколько квадратных метров жилья должно быть всего у управляйки, правильно? Давай говорить, ну, во-первых, от тарифа зависит, да? Но давай говорить о среднем тарифе, да? Какой у нас там в районе 16 рублей, наверное, сейчас 17, да? Вот. При этом тарифе, поскольку у нас каждый дом – это отдельный счет, ну, то есть, правильно, ты с него собираешь, на него тратишь. Согласно тарифу. Все в тарифе учтено и так далее. То есть, более-менее, это начиная с пятиэтажки, ты можешь там выполнять функции. Удается там, например, ну, нам удавалось, знаешь, откладывать постепенно ремонты подъездов, да? Ну, это начиная с пятиэтажки. Двухэтажку невозможно. Ну, вот просто невозможно. Либо там тариф надо рублей 40 делать, либо не выполнять какие-то функции. То есть, реже убираться, говорить там о капитале, ну, каких-то там нормальных ремонтах подъездов вообще нельзя, потому что просто на это нет денег. У тебя есть эти обязанности, но денег у тебя на это нету, потому что собираемость двухэтажек минимальна. И наоборот, в новостройке, в девятиэтажке – это, ну, намного проще. Поэтому, когда я читаю хвалебные отзывы о, безусловно, отличнейшей работе отдельных управляек, я не буду сейчас рекламировать, я думаю, мы понимаем сейчас, о каких мы говорим, да? Я сам жил, например, да, вот, так сказать, в этом доме, в этой новостройке, но им не нравилось, как убираться. Но я прекрасно понимаю экономику, да, что он может позволить, что эта управляйка может себе позволить, в общем-то, именно так. Заниматься благоустройством, там, обеспечением комфортных и безопасных условий проживания. И опять же, у нас это новостройки, там, ремонтов меньше надо, да? Я уж не говорю о том, уж не говорю о том, что, по большому счету, друзья мои, когда вы хвалите свои управляйки, живя в новостройке, вы забываете, что вы из своих денег оплачиваете гарантийные обязательства застройщика. Правильно? Ну, так ведь? Пять лет, дом на гарантии, застройщик должен устранять все неполадки в доме. Но это делается силами управляющей компании, которая, как правило, ангажирована застройщиком, и которая собирает с вас деньги, а потом за ваши деньги устраняет недостатки, которые должен устранять застройщик. Какие заявления? Ну, потому что я уже могу. Ясно. Ну, я все-таки не соглашусь с тобой, что нету такого понимания экономического, что какой-то определенный, да? Потому что даже если у тебя две девятиэтажки, все равно ты не сможешь содержать управляющую организацию. А, ты об этом говоришь? Вот. Я считал, что экономически выгодно и честная управляющая организация должна иметь примерно 50-70 тысяч квадратных метров управления, чтобы иметь нормальный штат, сантехников, сотрудников. 50-70 тысяч квадратных метров – это, ну, сколько, три, две-ти этажки? Ну, четыре, пять. Ну, не, ну, наверное. То есть, не, давай, подожди. По большому счету, мы сейчас о чем говорим? Ты говоришь, нужно там, блин, 50-70 тысяч квадратных метров. Для чего? Для того, чтобы директор хорошо жил? Да. Да. Но для того, чтобы, в принципе, осуществлять обязанности, условно говоря, любая управляйка на этапе становления, да, там, ну, не бывает же так, что, ну, если это не управляйка, созданная застройщиком, так не бывает, что раз, и у него много домов. Я еще раз повторю, моя управляйка начиналась с одного дома. Ну, да, я там зарплату не получал. Да, у нас приходящий сантехник, условно говоря, был, да, то есть мы вызывали раз. На аутсорс. Да, 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 и так далее. То есть, вопрос же в этом. Вопрос в том, что содержать штат, вот это вот, да, и так далее. Ну, да, наверное, ты прав. Наверное, там, 50-70 тысяч метров. Чем больше, тем лучше. Чтобы зарплату, там, директору сделать какую-то, ну, огромную, да, то есть, ну, понятно. Но, в принципе, я говорю о самоокупаемости дома. Понимаешь? Вот если набрать эти 70 тысяч, не знаю, как, ну, знаю, как взять там 52-этажек, да, ну, у тебя будет 70 тысяч квадратных метров, но при этом ты, ну... Ну, согласен, согласен, что... Так а люди-то, живущие в этих домах, знают от этих проблем? Как ты считаешь? Или им абсолютно все равно? Люди, живущие в моих домах, знают, потому что я им объясняю эти проблемы. Ну, другое дело, что одно дело знать, другое понимать, да, кто как к этому относится. Вот. Потому что, ну, это же очень легко подсчитать. Ну, когда у тебя там сколько двухэтажек, там, полторы тысячи метров, правильно? Платежная дисциплина у нас еще в районах очень сильно хромает, как ты понимаешь. Поэтому в итоге ты собираешь там тысяч шесть, дай бог, с этой двухэтажки в месяц. Ну, вот тебе уборщица, дворник, сантехник, да, заработать на этом невозможно. Он у тебя просто идет, дай бог, если в ноль выходит, тем более потому, что потом все равно когда-то там дверь придется в подъезд. И при этом надо переехать еще с одной деревни в другую, в одной три дома, в другой три дома, да? Да, 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 конечно, это все, и логистика, да, сложная. В общем, работа в районах имеет свои особенности. Но у нас, опять без названия, не буду называть никакие управляющие компании. Есть, например, такая управляющая компания, работает в районе, ты ее у них хорошо знаешь. Они, в общем, сделали все просто. Они только собирают деньги и ничего не делают. То есть, ну, потому что у нас люди, даже видя, что им никто ничего не делает, ну, какой-то процент есть, который платит всегда. Ну, да, безусловно, потому что некоторые получают субсидии, им необходимо протяжную дисциплину показывать. То есть, есть такие управляющие компании, просто ничего не делают. Вот уже давным-давно ликвидировали свои участки в этих районах, да, там, но квитации выставляют регулярно. И даже в некоторых случаях умудряются брать наличными. Я уж не знаю, каким образом они-то выполняют функции платежного агента. Ясно. Какие еще у нас могут быть? Итак, про деньги мы поговорили, про жилье проговорили, про сразу же разные отношения контролирующих органов тут прямо с ходу зашло. С ресурсоснабжающими организациями. Сейчас многие перешли на прямые договора, это понятно. На мой взгляд, это правильно, да, как раз-таки убрать вот эту прослойку в виде управляющей организации между плательщиком и ресурсоснабжающей организацией. Как у вас это проходило? Как это работало в вашем районе? Безусловно, мы работали исключительно, старались там с прямыми договорами, потому что если оставить, как ты говоришь, прослойку в виде управляющей организации, это припусть банк тросту, правильно? Потому что платежная дисциплина у нас, ну не знаю, мне кажется, ни в одном доме нет больше 80%, а есть и хуже, особенно в районах. А твой долг перед ресурсниками... Всегда 100%. Да, всегда 100%, правильно? То есть, поэтому в этом есть огромная проблема. Кстати, у нас такая проблема, например, в одном из военных городков, где высшестоящая организация имела дома в оперативном управлении. Соответственно, пустующий жилищий фонд они должны были нам оплачивать. Но не оплачивали. Ну вот, у нас сейчас суды, они нам очень много денег должны, но при этом их филиал, который предоставлял нам ресурсы, выставлял нам все в полном объеме и так далее. То есть, и вот эта странная ситуация, когда тебе одни не платят, а их подчиненные с тебя требуют деньги, это, конечно, очень странно, и который нас вот в эту немного там ситуацию загнал. Пока мы не сообразились, что и здесь переходить на прямые договора. Но так или иначе, это так случилось. То есть, вот если говорить опять о сложностях, да, то есть, вот, пожалуйста, у нас военные, у нас Министерство обороны, блин, категорически не желает платить денег. Ну, не Министерство подразделения, а Министерство обороны. То есть, вот даже по исполнительному листу не хотят платить, понимаешь? То есть, вот я напишу что-нибудь про армию. Ты поэтому до контракта пошел, да, чтобы... Мне, кстати, и там не все заплатили до сих пор. У меня очень сложные отношения с Министерством обороны, как видишь. Но это случайность, я уверен, там все решится. А вот здесь не случайность, понимаете? То есть, вот я напишу какую-нибудь гадость про армию у себя в каких-нибудь соцсетях, мне что-нибудь там предъявят за что-то за декретацию армии, правильно? Но когда тебе уже несколько миллионов должны, у тебя сотрудники из-за этого иногда, у них задерживаются зарплаты, да, или еще что-то, из-за того, что тебе Министерство обороны не платит, ну, или одно из его подразделений, да, это почему-то не считается дискредитацией армии. А я бы этих теток посадил с удовольствием. Ну, я имею в виду директора, ну, там, начальника из зама. Потому что они просто занимаются обманом, затягиванием и так далее. Что в итоге выливается как раз-таки... Что в итоге выливается в финансовые проблемы управляющей компании и финансовые проблемы ее сотрудников, надо не забывать, понимаешь, в чем дело? Ну, я напомню, что у нас в эфире сегодня какая-то сильно провокационная коммунальная ликбез с Алексеем Кириловым. А не надо было приглашать человека с приставкой «бывший». И в гостях у нас Сергей Викторович Макарченко. И давай уже под конец программы поговорим, наверное... Попробуем поговорить о чем-то приятном, да? Ну, есть же все равно какой-то позитивный опыт, какие-то позитивные изменения в этих домах. Что-то же удалось сделать? Да нет, понятно, что... Ну, я же не просто так работал. Конечно, удавалось сделать. Во-первых, хочу сказать еще раз напомнить на правах бывшего директора фонда капремонта, на правах бывшего директора управляйки, напомнить жителям, что если вы живете в доме, начиная с пяти этажей и выше, я предлагаю вам перейти на такую форму, как спецсчеты, да, как это у нас... Сбору средств. Сбору средств. Сбору средств, да. На капитальный ремонт. На капитальный ремонт, как спецсчет. Потому что, по моему опыту, пятиэтажный дом в состоянии постепенно накопить себе на все ремонты. Если это правильно оформить, делать поэтапно эти ремонты, то вы свои проблемы устраните значительно раньше, чем к вам придет фонд, потому что программа у нас выполняется не на сто процентов, мягко говоря. Поэтому предлагаю ухайту. И вот за счет вот этих вещей мы достаточно много отремонтировали и достаточно много устранили проблем, которые копились там годами. Собственно говоря, ну и текущая работа. Понятно, что, повторюсь, мы ремонтировали подъезды, входные группы, приводили в порядок инженерные сети. Я думаю, что... Я очень надеюсь, что больших претензий к моей работе нет. Я понимаю, что невозможно без претензий. Где-то это непонимание собственника, где-то это вина управляющей компании. В конце концов, не за всеми сотрудниками нужно следить. Но так или иначе, я думаю, надеюсь, что опыт, мой опыт вот в этой сфере, в сфере управляющей компании был по большей части позитивным. Это замечательно. Но управляющая организация без... Вот как ты много раз сегодня сказал собственники, собственники, собственники. Я тебе много раз задавал вопрос. Сами-то собственники в этом принимают участие? Слушай, ну, собственники... Все очень сильно зависит от совета дома. От председателя совета дома и так далее. То есть, если у нас есть, условно говоря, 147-й дом в Черехе, ну, у меня там вообще никакая не была проблема с собственниками, потому что председатель всем все доведет. Господин Болгач. Так точно, да. Человек сам выходил с предложением тариф повысить, понимая, что поменялись сцены и так далее. Понимаешь? То есть, у меня не было там никаких вопросов. Самое интересное, что чем больше собственники участвуют, да, как бы это ни было, тем лучше получается. И поверьте, любая управляющая компания, она заинтересована в том, чтобы собственники участвовали вот во всех этих процессах. Кроме тех, которые ничего не делают, которые не хотят ничего делать. Кроме тех, которые не хотят. Да, 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 естественно. Да. Ну, а на этой ноте, наверное, хотелось бы, да, подытожить. Подытожив, как всегда, одним и тем же, что, несмотря на все наши законы, несмотря на все старания ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, органов контролирующих, органов исполнительной власти, все зависит, по большей части, от самих граждан. Мы обязаны принимать участие в общих собраниях, принимать участие осознанно, да, чтобы не получилось, как с общими собраниями в одном из населенных пунктов Псковского района, где в суде люди говорили, что они не принимали участие, а в итоге все равно остались со старой управляющей организацией, со старой новой управляющей организацией, вот, и без содержания своих многоквартирных домов. Да, 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 еще раз, собственники, я вас призываю во всем участвовать, просто потом очень странно слышать жалобы, это все равно, как, знаете, не ходить на выборы, а потом жаловаться на власть. Ну, да, да, но напомню, что это была передача «Коммунальный ликбез», я ее ведущий, член общественной палаты Алексей Кириллов, и замечательный Сергей Викторович Макарченко, спасибо, что ты с нами, теперь в Псковской области будет опять весело. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...